Активность боевиков на Донбассе пошла на спад. С начала суток пять провокаций. Тем временем Авдеевка и опытная приходят в себя после вчерашних обстрелов. Противник выпустил по этим населенным пунктам почти 250 ракет из реактивных установок ГРАД. О последствиях расскажет Ирина Баглай. Обратно шесть единиц. Шесть единиц ГРАД. Так вчера еще засветло перед Авдеевкой рвались ракеты ГРАД, выпущенные боевиками по позициям украинских защитников. Протягом півтора годин был плотный обстрел. Поклали сюда близко 50 снарядов. Плотным огнем наемники накрывали военных из нескольких точек. Было порядка шести налетов. Залпы были по 8-10 снарядов одновременно. Потом 10-15 минут перерва, потом снова. Я так понимаю, что, наверное, где сидел коррегуальник. Корректировку артиллерии противник вел из неба. С беспилотных аппаратов уже после обстрелів в ночі еще потом залетело два. Результаты своей работы, скажем так, они оцінювали. Менее 10 секунд было у бойцов, чтобы укрыться, когда здесь рвались ракеты ГРАД. Снаряды были установлены на фугас. Так что разнесли просто эту бетонную дорогу, образовав яму в полтора метра глубиной. Расчет боевиков был уничтожить полевые укрытия наших военных. Залетает снаряд в землю и там через доли секунд взрывается. Вы видите, как выворачивает землю. То есть не при касании, а при том, как уже зайдет в грунт. Вот осколочки. Позже удалось зафиксировать. Белее село Яковлевка рядом с захваченной Ясиноватой и с окраины Донецка. Грады сменили минометы уже в сторону села Опытное. Направление выстрелов можно определить по этому входу, не разорвавшиеся ракеты. Несмотря на плотный артобстрел, военным вчера удалось предотвратить прорыв штурмовой группы противника. Под прикрытием минометов четверо наемников пытались зайти на одну из передовых позиций. Урожай доказательств пока остается на нулевом рубеже. Международные наблюдатели сюда не едут. С утра снова слышны одиночные взрывы и стрельбу. Свидетелями артобстрела боевиков стали и жители окраина Вдеевки. Снова вспомнили, как страшно шелестит град. Здесь очень сильные два взрыва было. Такие над домами пролетали. Грады, наверное, шелестели. Облакы подымались черные, метров на 50 вверх. Со вчера люди снова вынуждены искать укрытия в изрядно побитых снарядами и осколками домах. Ирина Баглая, Даниль Косаковский, Евгений Малярчук из Донецкой области. Все подробности телеканал Интер.